Была ли такая стройка на самом деле в Москве в те годы? И ходила ли Маргарита в шелковых туфельках по настилу? Архитектура как будто бы так на подиум немножечко выходит. И обратите на меня внимание. Страна перекраивается, у тебя весь строй перекраивается, у тебя еще и дом просто на 40 метров передвинулся. Посконструктивизм — это все, что после конструктивизма? Да. Окей, понятно, спасибо. Расходимся. Всем привет. Сегодня я к вам привела непревзойденную Варвару. Я услышала, как этот человек рассказывает про архитектуру в фильме «Мастер и Маргарита». И, друзья мои, я просто в эту секунду поняла, что я обязана показать это вам, предъявить это вам. Потому что это просто не то чтобы раскрывает фильм, а это открывает целый мир, целые метавселенные. Поэтому сегодня со мной Варвара, меня зовут Женя Куд. Я автор YouTube-канала «Пыть Гуд». Я творческий директор креативного бюро «Глазами инженера», вектор и экскурсовод «Москвы и глазами инженера». Собственно, почему о Москве в фильме мы и будем говорить. Мастер школы гейда. И так сложилось, что эксперт в области цифровизации культуры и искусства. А мы об этом тоже сегодня поговорим, мы эту тему затронем. И вы, Варю, уже могли видеть. Между прочим, у меня выпуски про чат GPT. Поэтому вот такой многосторонний человек. И что-то я еще хотела сказать. А, Варя еще цифровая художница. Произведение «Мастер и Маргарита» – это Булгаковская Москва, где очень много упоминается и адресов, и локаций. И, в принципе, картинка того, как выглядит фильм в романе, она у нас находится на подкорке. Это наш культурный код. Мы примерно представляем, как выглядит дом номер 13, Булгаковскую квартиру тоже так или иначе. Можно даже погуглить, как правильно говорить, по Яндексе сейчас. Есть огромный пул экскурсии, который проводится. Да, есть Булгаковская Москва. Скажем так, я пытаюсь сказать, что вот этот образ, он узнаваем, он многосоставен, но он четкий и сложившийся. И вдруг в повествовании фильма он нарушается, и нарушается очень художественно, интересно, и спрограммировано, срежиссировано. Но, с одной стороны, есть реальность воплощенная, построенная, то есть эти здания в Москве есть. Они в фильме загримированы, они играют других персонажей, все как с людьми, все как с актерами. А, с другой стороны, есть реальность фантазийная, но, опять-таки, созданная по мотивам архитектуры, которая должна была бы быть построена в 1935 году. И вот это пересечение, оно само по себе очень интересно. Причем есть здание из московской воплощенной реальности, а есть здание из Санкт-Петербурга. Как, например, дом номер 13, это здание райсовета в Москве, вернее, в Москве, в Санкт-Петербурге. Вы его прекрасно можете узнать. И что случается? Что, с одной стороны, Иван Бездомный заходит в здание в Санкт-Петербурге, а интерьер снимали в Москве, в здании энергетического института. И пандусы там говорящие, где он как по спирали, как будто бы бежит за нечистой силой. Но вот этот физический перенос, он, опять, для нас очень говорящий, очень яркий. Точно так же, как случается с условным рестораном. Это итальянский дворик библиотеки имени Ленина, но заходит герой, заходит мастер в интерьер высотки на Кудринской площади. Либо же, например, дом Критика Латунского, который громит Маргарита, экстерьер – это входная группа МГТУ имени Баумана, а заходит она в высотку на Красных Воротах, в интерьер этой высотки. Поэтому перенос случается часто и очень однозначно. То есть, действительно, если ты понимаешь в архитектуре, авторы фильма тебя как морковку попересаживали. Ну и как-то здорово сказали, что это дает такой эффект, как в фильме, когда ты вдруг бац, и какая-то магия происходит. У меня было ощущение, что у меня кресло на пневматике, и меня периодически подбросило. Вот задача этого выпуска, мне кажется, как раз тоже подбросить тех, кто смотрит его, и теперь, чтобы люди тоже узнали эти интерьеры, узнали эти экстерьеры, и чтобы вот их тоже немножко подбросило. Так, а если мы с тобой обсуждаем дома, которые сотканы из... Проектов. Как франкенштейны, да, из разных проектов. Это очень красивые франкенштейны. Очень красивые, правда, да. Но это действительно здание, которое планировалось построить в Москве. И, скажем так, вот след этих зданий мы до сих пор можем найти и обнаружить. Патриаршие, правда, имени Маркса. Да, великолепный. Великолепный, да. Лучше просто. И скайлайн соткан из объектов воплощённых и из объектов, которые были проектами. Давай прямо разберём этот скайлайн полностью. А что там из Петербурга? Ну, если мы двигаемся слева направо, это дом Советов Льва Троцкого. Собственно, это здание было построено, оно существует на Московской площади. В Петербурге. Да, привет, коллеги, Санкт-Петербург. Я вас люблю. Ну вот, дальше, если мы сдвигаем взгляд, это будет гостиница Пекин. Это очень, чем я особенно горжусь. Да, действительно, это гостиница Пекин. Но удивительно, что там находилось, проектировалось это здание для управления ГУЛАГа. И гостиница там была ведомственная. Ну, то есть, гостиница в этом здании не предполагалась. Это была только часть вообще этого комплекса. Это было административное здание для управления лагерей. Оно реально работало? Ну, нет, дальше просто это всё стало гостиницей, собственно говоря. Если убрать шпиль у этого здания, то как раз получится часть следующего нашего архитектурного героя. И гостиница Пекин здесь в данном случае тесно объединена с наркоматом тяжёлой промышленности Ивана Фомина. Вот эти три самые арки. Вообще, что такое наркомат тяжёлой промышленности? Это здание, которое должно было бы быть построено на Красной площади вместо ГУМа. Серьёзно? Да, оно должно было бы там... То есть, что там вместо ГУМа? Ну, хороший вопрос в 2024 году. Но тогда тяжёлая промышленность была важнее, чем шоппинг. Намного. Далее было принято решение перенести это здание в Зарядье. Причём проект должны были бы построить другой. Это должна была бы быть восьмая сталинская высотка. Все себе представляют эти силуэты. И, собственно, мост в Зарядье, который находится на фундаменте гостиницы России, стал возможным благодаря тому, что начали там строить высотку. Её не достроили, восьмую. Наркомат тяжёлой промышленности. И благодаря этому мы имеем такой фундамент, что можно вот тот самый навесной мост построить. Ух ты! Да, такие мы можем с вами проследить пути эволюции в скобках карьеры. Ну и когда скончался Арджиникидзе, в общем-то, уже не нужно было строить наркомат, поэтому не завершили проект. Дальше здесь очень интересно, что мы видим на твоей этой картинке. Такой дом, он похож на Белый дом в Москве. Совершенно верно узнала. Это один и тот же автор. И действительно, Белый дом был построен по мотивам. То есть это та мечта, которая сбылась. А вот дом Аэрофлота, дом авиаторов не был построен. Это Дмитрий Чучулин. Но силуэт тоже узнаваем. Красивое, очень красивое здание. Так, а дальше? Ну дальше, вот это, наверное, практически все узнают. Дом Советов, да? Бориса и Афана, да. Ну, собственно, это 415 метров. Предполагалось, что это здание, мало того, что самое большое в мире, еще и видно здание из любой точки, конечно, Москвы. И это некая жемчужина, связующая звено. Давай расскажем, где его собирались построить. Ну, мало ли, кто-то может не знать. Это известный очень факт, и, наверное, вы знаете, но вдруг нет. Ну да, здесь какая-то историческая ставка, что в 30-е годы, в начале 30-х годов уже был завершен конкурс на Дворец Советов. И проекты, кстати, были разные. Были конструктивистские проекты и более такие свободные. То есть это главное здание страны и вообще движение. Поэтому совершенно было неоднозначно, в каком стиле это будет, но решение это было принято в пользу такой доминирующей архитектуры. Здание должно было бы находиться там, где находится сейчас восстановленный храм Христа Спасителя. И, собственно, начали строить Дворец Советов. Построили пять этажей. Ну, представляете, что такое пять этажей? Такого колоссального здания. И, конечно, это повлекло с собой новую марку стали, новые принципы строительства. Вообще другой подход. Это действительно очень амбициозный план, который многое подарил для технологий, для вообще уровня инженерного мастерства в том числе. Вот так случилось, что началась война. В общем-то, сложно было продолжать строительство. И после войны к этой идее было вернуться не так просто. И так появились сталинские высотки, так называемые. Изначально планировалось восемь зданий, построили семь. Наверняка силуэты эти вы прекрасно узнаете. И в некотором смысле это должно было бы быть ожерелье, обрамляющее Дворец Советов. Но, знаете, как главный центр не построили, а ожерелье осталось. Перед тем, как пойти в кино на «Мастера Маргарита», я прослушала курс на сайте синхронизации про «Мастера и Маргариту» и про Булгакова. Узнала больше про его судьбу, какие-то неожиданные взгляды на роман. А еще, ну, просто классно провела время, честно говоря, в компании абсолютно очаровательного литературы веда. Я вам тоже очень советую этот курс, эта литература, полное погружение, такой большой внушительный курс, в котором больше 50 произведений мировой литературы. Там даже есть «Карри Поттер». И, кстати, любопытный факт, который я там узнала, именно Булгаков, блин, может, вы знаете этот факт, но я его не знала, что именно Булгаков написал пьесу «Иван Васильевич меняет профессию», по которой снят одноименный фильм. Так вот, оказывается, эту пьесу даже вставили в Театре Сатиры в 1935 году, но ее так никогда и не увидел свет, потому что ее на генпрогоне, ее завернули партийные руководители. Но в 70-х годах Гайдай снял свой фильм по сценарию именно Булгакова. Что я вам хотела сказать? Если вам приглянется этот курс, то не забывайте, что по подписке курсы синхронизации будут гораздо выгоднее, потому что, ну, я просто знаю, что как только вы посмотрите на этот курс, вам обязательно приглянется, еще и курс про истории религий, например, чтобы наконец-то отличать буддизм от индуизма, или, например, новый очень крутой курс «Великие композиторы. Как слушать классиков», чтобы начать разбираться в классической музыке и, в общем, и здесь стать умнее и образованнее. Подписка на год стоит 36 тысяч рублей, но по промокоду KULTKUT будет супервыгодное предложение, 65% скидки и годовой доступ ко всем курсам, а это более 100 курсов на 20 разных тематик, обойдется вам всего в 12 тысяч 600 рублей. И имейте в виду, что цена на подписку скоро поднимется, поэтому успейте купить по выгодной цене. Синхронизация – амбассадор моего культурного досуга. Присоединяйтесь и вы. Варь, мы начали говорить про стройку. Стройка как будто бы играет большое значение тоже в этом фильме. Ее много там в пространстве кино. Почему? Была ли такая стройка на самом деле в Москве в те годы? И ходила ли Маргарита в шелковых туфельках по настилу? Да. Да, ходила. И, скорее всего, не в туфельках, а в калошах. Не носила бы она туфельки? Нет. Никто не носил? Нет, скорее всего, нет. Просто ты их убьешь через секунду? Ну, ты их просто засосет болотом метростроя. Шутку, конечно. Но, скорее всего, во-первых, туфельки были бы очень большой ценностью. И даже поколение гораздо более старшее калоши приветствовало. Это действительно великая стройка. Это действительно вообще состояние пережевывания какого-то наследия и городского пространства. Оно было и в архитектуре представлено, и в том, как люди просто передвигались по городу. То есть действительно было трудно передвигаться нормально по городу, потому что всё везде строилось. Во-первых, да, строилось. Во-вторых, всё-таки транспортный коллапс, потому что население Москвы выросло, а московского метро ещё нет. В рамках генплана нужно было расширять улицы, и, как я уже сказала, что перестраивать, то есть снести дом и построить новый, это гораздо дороже, чем перенести тот, где продолжают жить люди. А вообще переносили. Приходите на экскурсии. Мы с вами передвинем. Передвинем пару бунгала. Шутка. Нет, не шутка. Ну, действительно, Тверскую улицу расширяли, причём это без выселения жильцов. Без выселения жильцов. Прикиньте, передвигают дом, прям буквально, пока ты в нём живёшь. Ну, ты просыпаешься на 40 метров дальше от того места, где ты уснул или уснула. Ну, это, конечно... Вот так вот у тебя вся страна перекраивается, у тебя весь строй перекраивается, у тебя ещё и дом просто на 40 метров передвинулся просто. Барышня, куда же эта Москва-то едет, а? Не знаете? Может, это только твою комнату куда же двигают? Да как же это возможно? Вода льётся, свет горит, телефон работает, Алёшку-то опять потеряли бы. Ну, формально на рельсах. То есть нужно было построить фундамент в новом месте, поднять дом, ну, то есть на домкратах, поставить его как будто бы на рельсы, то есть рельсы были проложены, срубить тот фундамент, на котором стоит дом, потом перевести и поставить на новый. Оталдеть. Да, действительно, это так происходит. И, например, Тверскую, которую мы видим в фильме, ну, скажем так, с точки зрения кинематографа, взяли из фильма «Новая Москва». Вот как раз там показано, скажем, 1928 года, фильм «Новая Москва», где представлен город будущего, каким он вот-вот будет. Но это фильм очень серьёзный, никакой иронии там нет. Идеологический такой. Идеологический, который вот просто такой, ну, вот, отчёт о будущем, которое вот-вот случится. Это будущее светлое, мощное и очень давлеющее. Выполняя сталинский план реконструкции Москвы, московские большевики провели колоссальную работу. Взорваны старые дома и открываются просторы будущих проспектов. И вот Москва – огромная строительная площадка. Новые проспекты, прекрасные улицы, площади. Изумительные здания превратят нашу Москву в город сказочной красоты. В архитектурном стиле, который мы здесь видим, что мы видим, о чём нам говорят здесь дома, о каких стилях и каким эпохам они принадлежат. Если, окей, если этот мир частично из фантазии, в том числе архитекторов прошлого, да, то о каком стиле мы говорим? Ну, можно сказать, что там несколько метавселенных, несколько, хорошо, несколько комнат метавселенной. Есть реальность недовоплощённого 35-го года. Это архитектура, которая выстраивает диалог художника и власти. Это архитектура ярко читаемая. Это вот та самая библиотека имени Ленина, которая становится домом писателей. Это те фасады МБТУ Минибаумана, высоток, да, которые там фигурируют. Это арт-деко, либо же неоклассика декорированная, загримированная в арт-деко. Мне очень нравится этот термин. Так, а чем отличается арт-деко? Вот какое у тебя ощущение, когда я говорю арт-деко? Я думаю сразу про Empire State Building. Про какие-то металлические элементы, про богатство декора, про такой лёгкий шик с шампанским и вот красивым бархатным диваном и прекрасными барышнями. Ну, короче, вот да, что-то из Гэтсби. Ну, как будто бы не советский, да? Вообще нет, конечно. Вот скорее вот тот бар, который мы видим в фильме, где поёт чернокожая девушка. Вот это как бы да. Латунные решётки. Да, там вот как будто бы вот это ощущается. Да, ну действительно, в Советском Союзе арт-деко не то, что просто был, но ещё и был очень ярко представлен. Реально. Да, особенно в архитектуре. То есть вот текстиль, например, ну, вряд ли бы можно было найти или купить, как я всё-таки предполагаю. Ну, это архитектура, которая говорит о прочной позиции власти, мощном, именно мощном, будущем таком светлом, но и о наследии, которое мы берём из прошлого. Какие у нас представители? Ну, вот, например, библиотека имени Ленина, работы Гельфрейха и Щуко. Это, кстати, санкт-петербургские архитекторы, которые начинают строительство в 1928 году, то есть это вот ранние-ранние 30-е. И, собственно, во-первых, что мы видим? Натуральные материалы, богатые, да, всё это облицовано натуральным камнем. Это геометризация классических форм, потому что у библиотеки мы видим, я бы сказала, опоры, да, специально не употребляя термин колонны. Вот колонны какие в сечении? Круглые. Круглые. А у библиотеки не Ленина? Квадратные. И называется это пилоны. Пилоны. Это будет... Да, причём они от чёрного через серый идут к белому, и это оптический приём, который приглашает и притягивает зайти в главный вход. Работа Веры Игнатьевны Мухиной и постамент рабочей колхозницы. Вот это удивительное. Да, да, то есть это же часть павильона Советского Союза, кстати, тоже работа Марии Саефана, я имею в виду сам павильон. Вот вспоминаем автора Дворца Советов. И какие ещё примеры? Ну, Мавзолей имени... Мавзолей имени тоже. Алексей Викторович Ищусева на Красной площади. Пирамидальная форма, геометризация, натуральный камень. Но это даёт нам ощущение определённое. Это, ну, скажем, новая прошивка классической архитектуры. А с другой стороны, ну, всё, что геометрическое, это более острое, да, это более такое на уровне тела, ну, как будто бы более внятное. И находясь рядом с таким зданием, ты чувствуешь давление, ты чувствуешь свой масштаб в этом мире. Это архитектура, говорящая не про меня, а про масштаб страны, истории. Но она не про то, чтобы мне было комфорта. Ну, про тебя отдельно она вряд ли будет говорить, да? Да, я как множество других. Но с другой стороны, библиотека имени Ленина, это же храм. Ну, это... Да, это храм. Это храм, да, то есть ты приходишь в храм. Это не обязательно в какой-то, ну, может быть, такой коннотации давлеющей. Это в том числе и про величие социума, и про величие человека. И про то, что человеку важно всё равно при отсутствии Бога в стране прикоснуться к чему-то прекрасному, во что-то верить, да? Хотя бы в знание. И в науку, и в образование, и в медицину, и в космос полететь. Пожалуйста. Так, ар-де-ко, хорошо. Что ещё мы видим? Нео-классику мы видим. О, вот это что? Вот это вообще невозможно отличить. Это я не знаю, что. Как ты хорошо сыграла сейчас. Нет, ну давай так. Классика — это типа то, что могли бы сделать греки. А нео-классика — это что-то, что мы сделали, типа как будто бы это сделали греки, но мы немножечко по-новому. Так? Гениально. Гениально. Просто всё, мне нечего добавить. Покупайте мой короткий гид за 29 рублей. Архитектура на пальцах. Да, реально, правильно. Но я никогда не могу его как бы вычислить. Но прежде всего в азбуке классической архитектуры фигурируют не только элементы, и не элементы в первую очередь, а пропорции, это соотношение. Да, это порядок частей и пропорции определённые. И вот в данном случае, когда мы начинаем, ну, условно говоря, мы не можем использовать в этих пропорциях ритм из просто колонн, потому что пропорции нарушаются, тогда они были бы супер вытянутыми. Да, у колонны есть соотношение ширины к высоте. Вот если у нас здание колоссальное, мы помним, что государство стремится к доминированию. И вот если мы берём просто колонны и выставляем их определённым ритмом, то они тогда должны были бы быть очень вытянуты. Это странно. Поэтому, например, появляются спаренные колонны, что они фактически, оптически кажутся гармоничными, но это не... И что, это когда две колонны ряда? Да, 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 когда две колонны ряда. И это неоклассика? Ну, это один из приёмов. Я просто сейчас показала, как это может, например, срабатывать. И вот в фильме очень интересно, когда мы видим ресторан. Наши герои заходят в интерьер высотки на Кудринской площади, я уже сказала. И мы видим, совершенно верно, как будто бы американский арт-деко, но очень интересно, что настоящий интерьер, это никакой не арт-деко, это неоклассика. Почему? Потому что у колонн, например, есть капители. Я сейчас употреблю слово, что капители – это верхушка от колонны. И в фильме их просто не показали. То есть не показали люстры, не показали капители, закрыли какие-то элементы латунными решётками с геометрическим рисунком, добавили освещение, и, пожалуйста, всё, новый фасончик. Это очень интересно. Класс, загримировали. Загримировали. Мы видим архитектуру сталинской эпохи. Она читается между строк, она там есть. Ну и по идее, что у нас должно было бы ассоциироваться в сталинские высотки, что должно было бы реформоваться. Но они будут построены позже. Они будут начало строительства в 1948 году. То есть как будто бы в фильме их там быть не должно. Но они присутствуют на уровне интерьеров. И это интересно узнавать, и интересно вот эту цитату проследить. Это квартира? Ну в том числе критика Латунского. Нет, критика Латунского, где она громит квартиру, интерьер – это высотка на красных воротах, там полированная сталь, на станции метро Маяковского такие же элементы. Вообще-то, на самом деле, у нас несколько архитектурных реальностей. В частности, дом мастера – это как будто бы даже по цветотипу, по пространству, по предметной среде, по быту – это как будто бы мир из другой реальности. Да, если мы сравним, например, квартиру Степана Богдановича, где агит, фарфор, агитационная плитка, где всё очень так уже ярко представлено в советской эпохе, то дом мастера – это что-то старорежимное, совершенно… Старая Москва. Старая Москва, да. И, собственно, это дом Полипина в Хамовниках. То есть это не тот домик на Арбате, но он из той же эпохи. Он очень хорошо. Это как близнецы в некотором смысле, да, архитектурные. Но здесь важно употребить термин постконструктивизм, потому что предполагается, что это целый спектр стилей. Есть представление, что вот закончился авангард, начался сталинский ампир. Но на самом-то деле это целый хор стилей, где есть и неоклассика, где есть ампир, где есть арт-деко, постконструктивизм – это всё, что после конструктивизма? Да. Окей, понятно, спасибо. Расходимся. Я поняла. Всё просто. Вы очень сложно объясняете. Всё гораздо проще. Это просто всё, что после конструктивизма. Всё, что не вот такое, вот такое. Там уже всё. Но почему там есть ещё вот такое? Потому что в авангарде были рационалисты, показывая арки входа метро, красные ворота. Да. В представлении обывателя архитектурные стили – это как прошивка в айфоне. То есть, если ты одну снёс, то ты не можешь поставить новую, если не снёс предыдущую. В мире архитектуры не так. Всё-таки всё категорично. И стили сосуществуют одновременно. Да, конечно, например, в конце 20-х авангард просто обрубается. Все объединения художников и архитекторов. Ну, то есть, например, отдельные направления сливаются в Союз архитекторов Советского Союза. Это общая идеология. Конечно, тут совершенно по-другому с нами говорит архитектура, не так, как в авангарде. Но хотя бы на уровне того, что авангард не предполагает какого-то главного фасада, и вам здание хочется обойти. А ещё, может быть, и пятый фасад, который виден с воздуха. Это эпоха воздухоплавания. И это здание, которое приглашает двигаться вокруг него. То, например, нам очень сложно представить, что у того же МИДа нет центрального фасада. Конечно же, есть. Есть центральная парадная входная группа, есть определённый силуэт, всё очень чётко. Это другой язык архитектуры и стиль поведения. То есть, вокруг МИДа тебе не то чтобы очень хотелось обойти и посмотреть все фасады. Короче, ты хочешь сказать, что 20-е и 30-е это огромная пропасть? Да. Да, это колоссальная пропасть. Ну, во всех смыслах. 20-е, конечно же, просачиваются в роман 30-х. И, например, вот этот кутёж, конечно же, он мог быть, мог сложиться в 20-е, но уже не в 30-е. Да, и когда гражданочки голые выходят на сцену, это тоже всё-таки 20-е. И этот диалог есть в том числе и в архитектуре, которая в фильме восстановлена, ну, либо же там сфантазирована, в частности, в лечебнице мы это видим. Варь, расскажи мне про лечебницу, потому что это совершенно какое-то удивительное здание, которое одновременно пугает и впечатляет, и от которого просто, ну, невозможно оторвать глаз. Это, во-первых, синтетическая архитектурная личность, то есть такого здания нет. Оно полностью фантазийное. Ну, наверное, некорректно сказать фантазийное, оно соткано из нескольких архитектурных цитат на существующие здания. И мне было очень интересно, как это здание презентовано в фильме, потому что кадр держится дольше, чем должно было бы быть по логике визуальной. И архитектура как будто бы на подиум немножечко выходит, обратите на меня внимание. И, с одной стороны, есть образ лечебницы в книге, есть образ лечебницы в нашей голове, есть образ, воплощённый на экране. И экстерьер здания, то есть фасад, то, что мы видим, это здание в лесу, это санаторий в некотором смысле, хотя у Болгакова это дом скорби, если что, но богатый как метрополь. Вернусь к этому. Это здание соткано из цитат на дома отдыха, на санатории. И, с одной стороны, это санаторий наркомата тяжёлой промышленности в Кисловодске. И мы видим каскадами спускающуюся лестницу, с пересекающимися такими диагоналями. И на фасаде здания этой лестницы нет, но цитата представлена в интерьере. В данном случае эта лестница существует. То есть внутри здания снималась, интерьер лечебницы, это библиотека в Санкт-Петербурге. Всё есть, всё существует, можете устроить фотосессию. То есть там такая же лестница, как снаружи кисловодской лечебнице. Да, она похожа по ощущениям. В Кисловодске прекрасная погода можно было бы спускаться. И рельеф тоже позволяет спускаться к воде. А в общем, в московской реальности, вернее, в подмосковной реальности, она перенесена в интерьер. А вот фасад соткан из образов нескольких санаториев. Это, в частности, санаторий Барвиха. Вот тот самый цилиндрический резолит. Вот эта полукруглая часть, взаимопроникающие объёмы. Но лечебница в фильме, мы понимаем, что это колоссальное здание, огромное здание, каскад балконов. И это мощная, внятная архитектура. Например, санаторий, конечно, поскромнее. Либо же дом культуры ДК имени Зуева, работа Ильи Голосова, который находится на лесной улице. Это вообще здание эпохи авангарда. Мы узнаём по взаимопроникающим формам. Но цитаты присутствуют в фильме. Просто они поданы в другом масштабе. Они поданы, ну скажем, в другой сервировке. И это здание совершенно другой эпохи. Ну вот такая интересная работа. И вернусь, наверное, к книге немножко, что в книге это здание... А что же я? И прочитаю. Я же могу прочитать. Это варено, кстати. Это книжка. Причём она варена дважды, потому что бумажные закладочки, которые здесь есть, это моих школьных времён. Это маленькие. Да, когда моими детскими, в общем-то, ручками здесь трогательно что-то подписано. А закладки цветные, это уже современные, это закладки 3.0. Вот. И интересно, мы с тобой встретимся ещё там через какое-то 10 лет. И такие, так, что нам говорит о метавселенной? Как я удачно открыла, хотя я маркировку цветом делала, в произведении Михаила Афанасьевича написано, что это здание было как... Ощущение было как в метрополе. А метрополе – это богатая очень гостиница эпохи модерна. Собственно, мы можем её узнать. То есть, с одной стороны, лечебница, которая описана в фильме, это очень яркая, вычурная архитектура. А с другой стороны, автор нам рассказывает, что когда мастер зашёл в процедурную, это как будто бы фабрика кухни. Да. А фабрика кухни могла бы быть, возможно, в 20-е годы. Это что-то из эпохи авангарда. И вот в данном случае это синергия начала века, то есть метрополе – это всё-таки конец 19-го, начало 20-го. И 20-е годы – это что-то из индустриализации, это фабрика кухни. А почему его напомнило фабрику кухни, процедурный кабинет? Что там общего? Вот я не понимаю. Ну, я думаю, что был некий конвейер. То есть, это было представление того, что процедуры, как операции на заводе, да, вот ты что-то делаешь с деталью, и такое же было ощущение с пациентами происходившим. Фабрика кухня – это производство готовой еды, или фабрика кухня – это условно столовая, которая есть при, ну, каком-то коммунальном или общем жиле. И здесь я бы сакцентировала на идее фабрики, потому что 20-й век вообще начинается с того, что население, ну, будем говорить, западноевропейское, да, там, советское, становится не деревенским, а городским. И индустриализация, конечно же, происходит. И самое интересное, что она происходит и внутри самоопределения, парадигмы самоопределения. То есть, люди начинают воспринимать себя как машины. Кстати, кибернетика потом из этого вырастает. Что мы можем считать калории, мы можем работать над нашей биомеханикой, становиться как будто бы инструментами и экзоскелетами самим себе. И мы до сих пор живем в этой парадигме. НЛП программирования, подсчет калорий, работа, значит, с техникой в спортзале. То есть, мы считаем, что мы можем себя как механизм донастраивать, сонастраивать. И в том числе наши гаджеты, они тоже становятся частью экзоскелета. Поэтому самое начало вот этой парадигмы это как раз 20-е годы, когда фабрика в кухне, когда завод, когда машины для жилья, когда у нас коммуны возникают. То есть, идея, что человека можно эксплуатировать как механизм. В данном случае, это, видимо, фабрика, которая людей лечит, как на конвейере. Но, конечно, в фильме никакой такой реальности нет. Слушай, вот этот удивительный дом, где Иван Бездомный бежит вот так вот по кругу, это что такое? Я поняла, что Иван Бездомный в доме, это очень интересная цитата. Ты неспроста показала вот такой жест, потому что это здание райсовета, здание в Санкт-Петербурге, которое существует. И это действительно такой цилиндрический объём. Но это мы говорим об экстерьере, то есть о фасаде здания. А мне вот интересно, внутри вот... Вот внутри то, что ты показала, это здание энергетического института в Москве, и у него есть никны, постилия, потому что действительно очень похоже. Это же цилиндр. Да, и внутри этого здания есть пандус. Ну, что такое пандус? Это реально какой-то центральный, ну, типа вместо центральной лестницы? Да, совершенно верно. То есть вместо ступеней у нас гладкая поверхность. Почему? Потому что как раз это 20-е годы, и в, например, доме коммуны на Арджоникидзе тоже есть и лестницы, и пандусы, потому что, возвращаясь к нашей идее, человек – это механизм. И если можно рассчитать энергозатраты, то зачем подниматься по лестнице? Это же дополнительный переход одной формы энергии в другую, это нагружает мышцы, поэтому можно дать возможность подниматься плавно. Ты ходила по этому пандусу? Да. По нему реально ходить удобнее? А ощущениям? Нет. Спускаться точно нет. Может быть, нужно привыкнуть, может быть, я не особо пандусоходное существо. Вот. Да, конечно, я поднималась, но предполагалось, что человека нужно поместить в, ну, скажем, более энергоемкие процессы и дать выбор, как минимум, что не обязательно по лестнице подниматься. Можно вот на лифте, по пандусу, что можно, например, по-разному себя нагружать. И вот в данном случае он бежит, как будто бы действительно вот по 20-30-е годы. Ого. Варь, получается, что в фильме очень тонко поработали над архитектурой. Действительно, очень серьезная большая работа. Кто этим занимался? Что это за люди такие прекрасные? В данном случае за архитектуру как консультант включал Александра Селиванова. Это потрясающий мастер, ну, скажем так, дама-мастер. Это сотрудник, научный сотрудник Музея Москвы и организатор, основательница галереи на Шаболовке. У Александра есть прекрасная книга как раз «Постконструктивизм». Именно по этому термину то можно было отмотать, что это она, собственно, автор, консультант. Понятно, что работали художники. В данном случае человек очень профессионально консультировал. И после уже того, как я нашла цитаты и обсудила со своими коллегами интервью у Александры вышло. И я такая, да, точно, я теперь имею подтверждение документальное. Здорово. Мне кажется, я сейчас немножко прогулялась по Москве. Я немножко попутешествовала по квартирам, по интерьерам. Я как будто немножко сходила на экскурсию с тобой. Спасибо тебе огромное. Очень интересная распаковка. Очень много нового я узнала. И очень много красивого. И ты погружаешься реально в это как какие-то новые миры. Что это фильм, он на самом деле еще очень много о чем. Спасибо. Спасибо, Вася. Ребят, пишите, что открыли для себя нового, что узнали, что почувствовали от этих открытий про архитектуру. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. И я другими глазами взглянула и на свою собственную лекцию, и на себя. И в данном случае это диалог, которым я хочу пригласить присоединиться зрителей. Спасибо большое. Спасибо большое.